МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое страшное для звезды – пережить собственную славу. Лишь немногие избегают этой участи. Сегодня я расскажу, как пережила свой пик популярности Валерия. В эфире пик популярности и я, Лена Боско. Валерия. Русская Мадонна шоу-бизнеса. Образец женственности как на сцене, так и в жизни. Как всегда, откровенно и понятно каждому. О слабостях и простых женских радостях. Об отношениях коммерческих и личных. О любви зрительской и близости духовной. О том, как идти вперед и не сломаться, чтобы прийти к своему пику популярности. 12 лет назад на самом пике популярности она пропала из поля зрения российского шоу-бизнеса. Больше года о ней никто ничего не слышал, и она ни с кем не выходила на связь. Причиной этого неожиданного исчезновения стал громкий развод с мужем и продюсером Александром Шульгиным. Многие были уверены, что хрупкая Валерия вряд ли уже вернется на сцену, и что ее карьера окончена. Назло всем она взяла себя в руки и покорила российский шоу-бизнес во второй раз. С новыми силами, новыми песнями и новой любовью. Поэтому только для вас в ближайшее время полная история Валерии. Какова цена всемирной славы? На какие жертвы приходится идти ради семейных ценностей? И каково это – повторить свой путь на вершину успеха? Не обманывай! Семья всегда дороже будет! Не обманывай! Не тратя это сердце зря! Не обманывай! Глаза, которые ты любишь! Не обманывай! Глаза, влюбленные от тебя! В 85-м году совсем юная Алла Перфилова из небольшого городка Аткарск приехала поступать в Гнесинское училище. В своем родном городе она оставила все, что ей было дорого – родных, друзей, комфортную жизнь. И вместе с мужем отправилась покорять Москву. Было рискованно, потому что за плечами не было у меня в музыкальном училище. Но все равно, я попробую свои силы, я делаю все возможное, я буду заниматься. И действительно, я рискнула и выиграла. Оказавшись в столице, она столкнулась с тем же, с чем сталкиваются все провинциалы, без исключения. Нужно было где-то и на что-то жить. В результате на все свои сбережения они сняли комнату. Валерия устроилась петь в ресторан и начала учиться. Работала в ресторане, это был такой бар, очень известный, по тем временам, где собирались иностранцы. Такая очень приличная публика, элитная. Попасть в такое место работать, мне так-то было просто. Зарплата была маленькая, и денег постоянно не хватало. Помощи ждать было не от кого. Я помню, очень хорошо помню капустные периоды. Тогда капуста стоила 6 копеек, ну это вообще даром. И вот я блюда готовила из капусты в всевозможных вариантах. У всех приезжих есть удивительная особенность. Они невероятно пробивные. Они готовы биться до конца за свое место под солнцем. Алла не стала исключением. Несмотря на все трудности, она не сдавалась. Она знала, что все придет. Нужно только подождать. Я не могу пожаловаться, потому что этот город меня сразу принял в свои объятия. Мне не пришлось долго плакать, чтобы Москва слезам поверила. К ней приехала к нам из Саратова студентка Алла Перпилова. Алексей Мужаков, стихи Риммы Казаковой «Будь со мной». Ты еще, ты пока далеко, далеко. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы пробиться на большую сцену, одного таланта и сильного голоса недостаточно. Начинающему артисту обязательно нужны две вещи – связи и деньги. Без этих составляющих дорога в шоу-бизнес тебе закрыто. У Аллы не было ни того, ни другого. Но все изменилось в один день, когда в ресторане, где она пела, появился молодой продюсер Александр Шульгин. Человек, которому было суждено изменить ее жизнь, как творческую, так и личную. Он, конечно, человек неординарный. Он очень сильный, интересный, очень красиво говорил, достаточно многословный. Я смотрела, открыв рот, потому что, скажем, вот с такого типа мужчинами я до этого не встречалась. Я верила. Доверчивая, юная девушка. Смотрела, открыв рот, слушала, слышала, что мне говорит, и принимала за чистую монету. Потом у нее была очаровательная улыбка, которая просто... После этой встречи они начали плотно общаться. И с каждым днем она влюблялась в него все сильнее и сильнее. Она почувствовала, что именно этот мужчина должен стать ее партнером по жизни. Любовь накрывала ее с головой. А главное, это чувство было взаимно. Там была просто бесшабашная, когда просто вот вообще вот... Умом вроде все понимаешь, а куда-то несет, и ты понимаешь, что тебя несет в пропасть куда-то. Но ты не можешь ничего с этим делать. Когда чувство скрывать уже не было смысла, Алла развелась с мужем и переехала к Сульгину. Он мне признался в любви, сказал, просто говорит, знаешь, у нас с тобой была бы идеальная семья. С этого момента началась их официальная большая история любви и появление новой певицы в российском шоу-бизнесе в космической и неземной Валерии. Черная роза, роза на скала, Фиалка к фиалке, Листки простирала. А потом уже в этот же день официально поменяли имя мне. Поэтому, конечно, он хотел, чтобы вообще была тайна за семью печатями. Я-то вообще за этого никогда тайны не делала. Хотелось, чтобы я такая вся из себя появилась, такая из ниоткуда. Работа закипела. Профессионализм и связи Шульгина вывели Валерию на новый музыкальный уровень. В 92-м году она выпустила свой первый англоязычный альбом. Для девушки из небольшого городка такой поворот событий был совершенно неожиданным. Это был мега креативный продюсер, потрясающий. И это, конечно, ну, я так понимаю, был проект всей его жизни. И он его довел, он его сделал. Он сделал из нее номер один. Абсолютный номер один. Вот. И мне нравилось. Мне нравилось все, что делал Шульгин для Валерии. Мне всегда нравится делать то, что ничего не существовало до этого. То есть я занимаюсь тем, чего не существует. Первые месяцы она долго привыкала к тому, что большое количество людей тратит на нее свое время. И она постоянно находится в центре внимания. Это была первая работа моя студийная, серьезная. Причем сразу с западными продюсерами, музыкантами. Для меня это было, конечно, высшее счастье. И весь ее материал для меня был просто уникальный. Я уже даже не ныряя глубоко в российский шоу-бизнес, я понимал, что вот есть там такая девушка Валерия, которую интересно бы послушать, а что у нее следующая песня. А там раз, следующая, она опять классная, следующая, а она опять классная. Поэтому у меня была такая мысль, что вот если я когда-нибудь бы вот был в России или даже не был, вот вдруг что-то напишу, единственное, кого бы я хотел вот видеть среди певиц, которые поют мои песни, это была Валерия, конечно. Шульгин был одержим идеей сделать у супруги что-то совершенно новое, провокационное. Он тщательно продумывал каждую мелочь в ее образе. Он прекрасно понимал, что мало обладать сильным голосом. Публике нужна интрига. В каких-то этапах, разумеется, я привлекаю специалистов, условно говоря. То есть если я увидел, что как должен выглядеть какой-то дизайнер, я не дизайнер, я не смогу это сделать, но я объясняю, что я хочу увидеть, и человек это делает. Если я слышу и понимаю о том, что здесь нужно играть на скрипке, я не умею играть на скрипке, и скрипач играет это, да. Соответственно, мы, конечно же, разумеется, привлекаем тех или иных специалистов, чтобы это сделать, но целостная картинка, разумеется, возникает изначально. Ты ее видишь и понимаешь, и дальше твое дело только воплотить примерно так, как ты это увидел. Практически все треки были абсолютными хитами. Это была сумасшедшая победа Шульгина. Он к ней шел очень-очень долго. Была масса экспериментов, и рок-экспериментов, и альтернативных экспериментов. И, кстати, все они мне очень нравились. Были эти клипы с обратными... Таблетка, таблетки, или таблетка? Таблетка. С обратным, значит, кадром, когда пух поднимается вверх, и эти таблетки рассыпаются опять же вверх. Это новые, были тогда нанотехнологии. Такая, опять же, из ниоткуда. Такая немножко инопланетянка. Такая аристократка, которая очень холодно, сдержанно общается с людьми. Вот так, вегетарианка. Но она во все периоды своей жизни была замечательной, порядочной и очень контактной, дружелюбной женщиной. Вопрос творчества. Вопрос творчества. Мне нравился репертуар, который делал для нее Шульгин. Шульгин настоял, чтобы своему имиджу Валерия следовала не только на сцене. Очень скоро границы между сценой и жизнью начали стираться. А Шульгин открываться с новой стороны. Он начал пристально следить за каждым шагом своей семьи. И действительно, 10 лет мяса не ел, не давал нам никому. Ну, я не очень-то мясо любила, честно признаюсь, поэтому как-то спокойно эти 10 лет прожила. Детям мяса не давал. И в школе всем сказал строго-настрого, учителям, чтобы они внимательно смотрели, чтобы где-то там в буфете дети не ели. А что там в школьном буфете? Первое время она закрывала на это глаза. Это был первый серьезный опыт отношений. И ей казалось, что это нужно просто перетерпеть. Она была уверена, что все супруги проходят через подобные кризисы. К тому же от Шульгина сильно зависела ее карьера. А от этого она отказаться не могла. Шульгин же был серьезно настроен сделать из супруги звезду мирового масштаба. И все к этому шло. Первые хиты «Самолет и цветы» зрители встретили на ура. Как обставлялись первые съемки, даже первые интервью какие-то. Какое-то немыслимое богатство было в кадре. И все было так вот прямо по-западному, прямо по-звездному, по-звездному. Я жил за рубежом и как бы не очень сильно следил за тем, что происходило в России. Не из-за того, что мне это было неинтересно, но я считаю, что в 90-е годы был какой-то упадок в музыке. В целом. И потому, как ее транслировали, показывали. Конечно, были сильные музыканты, были сильные группы, певицы, певцы. Но в целом мне, например, по телевизору издалека не хотелось смотреть, что происходит. Я единственное для себя вырвал это вот Валерию. Причем клип, когда она была такая почти не покрашенная на кровати. Прекрасно. Я подумал, вот надо же, такой вкус так выглядит, так модно, стильно. Макияж. Вот все, не придраться ни к чему. То есть она была такая самая-самая такая русская, но в то же время такая прям западная в хорошем смысле этого слова. Самолет легко меня уносит Через год Я не вернусь сюда Ну кто тебя опять об этом просит Когда мы расстаемся навсегда Песня-самолет Шедевр Я, наверное, знаком лучше с репертуаром, который, собственно говоря, ознаменовал начало пути Валерии. Он был очень интересным. Была куча песен, которыми разрывали мое сознание, потому что сейчас я понимаю, что аудитория Валерии выросла, и она работает для нее. Тогда, когда она начинала, можно было делать какие-то эксперименты, и тогда музыка была, как мне кажется, у некоторых артистов очень смелой, в том числе и у Валерии. Я обожаю песни того периода «Ночь нежна» вообще одна из моих самых любимых. Это... Это моя жизнь. Я рос в этих песнях и продолжаю обожать ее творчество. Она одна из немногих индивидуальных певиц, имеющая свой потрясающий голос, свой окрас и свои разнообразные программы от классического романса до популярной музыки. Она многолик, многогранная. Вскоре имидж, придуманный Шульгином, ей надоел. Она не чувствовала своего собственного «я». Абсолютно все – манеры, прически, костюмы – были для нее совсем чужими. Она пыталась говорить с ним об этом, но это было бесполезно. Шульгин вел себя, как абсолютно многие продюсеры. Только его мнение считалось правильным. Шла на поклоны и ветеранцы, но не любила твои романсы. Когда люди приходили ко мне на концерты, вот первый, Боже, это вообще другой человек. Ну я же на сцене не могу быть такой вот куклы замороженной. Я какая есть, такая есть. С людьми общалась, пела. Боже, какое ощущение, что его нет ни за кулисами, ни на гастролях. Я вот была самой собой. Не заметить Валерию тогда было невозможно, потому что красивая, статная, великолепно поющая, стройненькая, то есть вот так модно выглядящая. Таких немного было. Я хочу сказать, что Валерия внешне соответствовала таким людям, как Ира Понаровская, например, как Лайма Вайкуля. Они были такими иконами стиля, если так сказать, внешне. А тут еще соответствие внешности и вокальных данных сумасшедших. Конечно, она пела просто фантастически. То есть там весь зал сходил с ума. Это правда. Не взгляну я вновь, не всплотну я вновь, просто тушь, тесниц, потекла. Ну а то, что ты смог убить любовь, ничего, обычные дела. Слава беспощадна, но ради нее человек готов наступить себе на горло. Именно это и сделала в начале своей карьеры Валерия. В итоге ей потребовалось всего несколько лет, чтобы добиться того, к чему она так долго шла. Ее любили, ждали, восхищались. Валерия оказалась на пике популярности. И огонька у созвездия Девы мерцают вдалеке. Верега Москва сквозь облака. Ты огонька у созвездия Овна Зовут меня к тебе Верега Москва Я жду тебя, любимый К тому моменту она уже родила троих детей и была абсолютно счастлива. Тогда она даже и близко не представляла, какую цену ей придется заплатить за такую счастливую и беззаботную жизнь. К Валерии пришла обратная сторона популярности. Я настолько была благополучная. Из благополучной семьи. Успешная девочка, которая хорошо учится, которая там звезда на своем каком-то там местном уровне была. Поступила с легкостью в Местинский институт. У меня вот все у меня хорошо. Уже какие-то первые съемки у меня пошли. Я пою с оркестром театра эстрады. У меня все прямо так вот гладенько, все хорошо, вот прямо все получается. И тут вот нужно было мне такое заземление, наверное, чтобы сказать, а, милая, рано радуешься. Не все так просто в этой жизни. На сцене она выглядела счастливой, успешной, образцовая супруга, многодетная молодая мама. Но это было всего лишь красивой оберткой. Содержание было полностью противоположным. Муж – тиран. Чувство постоянного страха и абсолютная безысходность. Гнет палачей, горечь ночей, унижение и страх с ума смелих. Об этом ли тогда в мечтах ей вредилась в невинной девичьей постели? Когда у тебя полнейшая зависимость, то есть он так все обставил, что у меня даже документы все были у него. У меня не было ни денег, ничего. То есть я просто вот какой-то вот рабыня с младенцем на руках. Надо содержать своего ребенка. На что я должна... Даже не потому, как жить, содержать. Я нашла бы как, ну, может быть, родители бы в тот момент при мне помогли. Я же понимала, у меня есть профессия, я же не для того строила свою жизнь, чтобы так вот один человек взял мне ее такой и испортил. Фонцлагерь, самый настоящий. И мне даже сбежать невозможно. Долгое время она не обращалась за помощью. Почему? Непонятно. Возможно, она думала, что это временное помутнение рассудка. И вскоре все наладится. Нужно только подождать. А возможно, Шульгин настолько ее запугал, что она просто боялась кому-то об этом рассказать. Мы разошлись, как море корабли, расходятся в тумане на их компаниях. Не надо больше мне такой любви. Не обижай меня. Не обижай меня. Не обижай меня. Я подавала на развоз несколько раз. Потом опять мне батюшка говорила, что не вправе его бросить, потому что ты его сама выбрала. Ты должна его... Он без тебя пропадет. Он вот такой вот. Ситуация не менялась. С каждым днем отношения с Шульгиным становились все хуже. Скандалы переросли в регулярные побои. Самое главное, что когда агрессия распространялась на детей, я ничего сделать не могла. Я не могла их защитить. Потому что меня в одну сторону, детей в другую. С дочкой было немножко полегче. Она похожа на него. А раньше смотрела, наверное, вот его умилял, и он как-то вот... Не очень сильно. А вот сыну досталось, конечно. Я не могу понять, как же можно, что и собственный ребенок. Ну и что? Что он похож на моего папу, на меня. Ну что теперь? Просьба любимой женщины. Я вот сейчас с Темкой разговариваю по-старшему. Он говорит, я понимал, что да, это источник зла. И у меня даже были мысли такие. Когда он начинал там шуметь, а дети находились в своих комнатах каждый. Он говорит, я хотел пробраться на кухню, взять нож и убить его. В какой-то момент у нее не осталось выхода. Валерия стала просить помощи у Бога. Я ходила в церковь, я его отмаливала. Я, не знаю, меня поддерживал батюшка. Он мне говорил, что нужно делать, что как его... Привели его в церковь в итоге. Я вот абсолютно, я абсолютно чиста. Я испробовала все способы, методы, я все сделала. Более того, перед самым разводом я даже не обмечалась. Потому что мне сказали, что не правильно, у вас вот не венчанный брак, потому вот все вот это вот... Отпусти меня, как ночь, отпускает с неба звезды. Отпусти, как летний день лучи. Лучи солнца. Отпусти меня сейчас. Или отпусти такси, ведь знай, что смогу сегодня навсегда уйти. Сцена в какой-то момент перестала быть поддержкой для Валерии. Несмотря на то, что концертов было много, публика дарила ей свою любовь, она не могла держать себя в руках. Даже в работе, я могу сказать, что если бы был другим человеком, мы могли гораздо больше всего сделать. Вот я понимала, что любая какая-то сцена, особенно, когда дело касалось творчества, мы начинали что-то записывать, я что-то начинала напевать, мы что-то начинали там... все было не так, это было не... Ну, в общем, я уже потом... Я начинала сжиматься уже так внутренне. Как только дело доходилось до работы, я думала, господи, какой кошмар, я не хочу. Я не хочу. Я не хочу этой работы. Я встретился с Шульгиной, я привез ему песню, которую потом спела Кристина Арбакайте. Я один раз в жизни видел Шульгина. Они уже к тому времени оказались в разводе. Но я этого, как лох, естественно, не знал. Но я показал ему эту песню, он мне ничего не сказал. Он сказал, что он послушал, что, в принципе, нормально. И начал мне рассказывать какую-то чепуху про авторские права, про его издательство, что не мешало мне вообще бы стать членом. Короче, начал меня разводить. Не знаю, почему, но, может быть, он и неплохой человек, но я его как-то испугался. В конечном итоге я поняла, что я уже ничего сделать не могу. Я не могу построить семью нормальную, одна в одиночку. Значит, надо принимать меры. Я забрала детей и уехала. Не ищу, не грущу Над свечою оплывшей Я тебя отпущу Человек разлюбивший На судьбу не ропщу Все забыла, простила Я тебя отпущу Я тебя отпустила Только спустя год она смогла добиться официального развода и расторгнуть контракт с Шульгиным. После этого Валерия приняла решение уйти со сцены. Навсегда. Действительно, вот ушла я тогда на самом пике популярности. Мне надо было, главное, вернуться к самому себе, сделать счастливыми своих детей, а что дальше, мне было все равно. Шульгин не хотел оставлять Валерию в покое, и это неудивительно. Пресса негодовала, куда пропала звезда российского шоу-бизнеса. Поползли самые разные слухи. Некоторые были близки правде. В итоге первым заговорил Шульгин. Каждый день, пока мы жили в Откарске с детьми, каждый день выходили какие-то статьи. Причем он не давал прямую интервью. До сих пор это не делает. Но через кого-то, через журналистов. То есть журналист пишет свое мнение. В конечном итоге я просто думаю, а что же, как же мне вообще остановить-то поток вот этой лыжи, грязи вот этой? Ну, конечно, он же не мог вообще рассказать. Ну, да, действительно, я вот такой-то, сякой-то, я вела себя так-то, потом она ушла. Ну, конечно, слышал, да. Конечно, слышал. И поскольку я в шоу-бизнесе, я думал, что это все спектакль. И, естественно, мне было трудно поверить в то, что это не спектакль. И когда это я действительно убедился, что, оказывается, в шоу-бизнесе тоже есть живые люди, и, в общем, это... И все человеческое им не чуждо, естественно, да. Потому что я, ну, в общем, настолько избалован, да, вот пониманием того, что происходит внутри, естественно, да, я уже не верю никому, а уже ни во что. А что говорить про простых людей, которые не в шоу-бизнесе, понимаете, да? То есть тут сам запутаешься. В конце концов, заговорила и Валерия. Она дала откровенное интервью журналу, после которого Шульгин даже попытался наладить с ней отношения. Ведь на кону стояла его репутация. Но Валерию было не сломить. Он один раз приехал и наткнулся на абсолютно такую... на мою жесткую позицию. Он понял, что я уже не та, с которой можно манипулировать или там сейчас упасть ноги, сказать, ой, люблю, не могу. И я расплачиваю. И говорю, ах, ну все, возвращаюсь. Никакого интереса к детям, ни одного поздравления. Он поздравляет обычно детей только в своих соцсетях где-то там. Говорят. Или на сайте, что ли, на своем. Я не знаю. Ну, в общем, где-то какая-то информация такая доходит. Ни одного подарка, ни на какие дни рождения. Более того, он же много лет вообще не платит никаких алиментов. Ну, то есть самоустранился окончательно и бесповоротно. Возможно, я посмотрю назад и тогда как-то вот, знаете, зрело оценю и расскажу любой свой путь, какой у меня не был бы в жизни, да. Мне кажется, только целостная картинка покажет правильное, скажем, описание каких-либо сегментов или этапов. Я знала, что все у меня будет прекрасно. Я даже не сомневался. Ну, когда заберет меня маленький самолет И станет мир большим, мир большим Валерия всегда была хорошей матерью. Но работа на сцене отнимала много сил. Проводить время с детьми у нее получалось очень редко. Конечно, им, как и любым детям, сильно не хватало материнской ласки и любви. Валерия это чувствовала. Поэтому после развода она отдала им всю свою жизнь. При этом, как бы стараясь компенсировать то, что не додала в свое время. В период развода я не работала полтора года. Соответственно, была с детьми, занималась домом, уроками. Мне это очень нравилось, потому что я всего этого обычно лишена. И тут я говорю, Ань, она у самой старшего на тот момент, вот ей было восемь лет. И она говорит, я говорю, слушай, как же здорово, что мы вот вместе все время. Я говорю, тебе, наверное, нравится, что я не работаю, нравится, что все время вместе. Она говорит, да, нравится. Я хочу, чтобы ты еще и пела. Я понимаю, что вот это вот желание гордиться своими родителями, и не важно, какая у них профессия, это не имеет значения. Вот оно живет в детях. Слова дочери очень сильно на нее повлияли. Она все чаще стала задумываться о возвращении на сцену. Тем не менее, она прекрасно понимала, что без связи и денег у нее ничего не получится. И именно поэтому абсолютно все предложения по работе она отправляла в долгий ящик. Хотели прям сразу же быстренько слепить какой-нибудь альбомчик, неважно какой, быстро его продать, потому что любой бы продался. совершенно. Ну и вот я сказала, не хочу я, вот не надо. Звонили напрямую, говорили, давайте концерты, платье, мазь. И я сказала же вам, я не пою больше, я не хочу петь его песни, я не хочу возвращаться вообще туда же, там, где есть он, в тот мир. Вскоре ее жизнь снова изменилась на 180 градусов. Ей позвонил Иосиф Пригожин и предложил поработать вместе. И тут же потащил к Виктору Дробышу. У Валерии в ответ было только одно пожелание. О ее возвращении люди должны были узнать из песен, а не из желтой прессы. Дробыша я вычислил сразу, как композитора. А что касается Валерии, ну, то есть я почувствовал любовь просто. Что такое любовь с первого взгляда? Когда я написал кучку песен, нарисовалась Валерия, откуда, как, не знаю, но Пригожин был возбужден и говорит, нужна такая песня, чтобы она не ушла, чтобы она никуда не делась. А я понимал, что тогда Валерию, наверное, как музыканта, как певицу, а она стопроцентный музыкант, ее интересовал только материал. Мне кажется, тот, кто будет ей заниматься и обирать ее, ей было, конечно, не все равно, но менее важное. Я понимал, что она отдастся тому, кто похвалит ее лучше всех. Текст писал Толя Клопатин, и мы встретились, когда я говорю, Толя, мне хочется, ну, а что нужна вот песня? Ну, я говорю, ну, вот о сегодняшней жизни, что я другая, у меня теперь новая жизнь, я вообще ничего не боюсь. И вот они разговаривали, Лера пришла с адвокатом, женщина, мне кажется, научившись уже, она уже дула на воду после. Вот. Мы так сидели, потом она говорит, ну, поставьте, что у вас там есть. Я тогда поставил вот эту песню. Она не называлась, была «Любовь», там был английский текст, какой-то демо причем. И мне кажется, что ей и то, и другое понравилось. И после этого было, наверное, одно из самых лучших, вот, вот, одни из лучших дней, которые я провел на студии, мы начали работать. Мы окунулись таким интересом, я действительно восхищаюсь, она была просто долгожданная для меня певица, которой мне хотелось что-то сделать. И тут вот, пожалуйста, вот она, вот, я, я почти никем особо неизвестный. Мне хочется доказать, ей хочется вернуться, что тоже нелегко. Была любовь, была, но только все прошло. Теперь другая сегодня. Я одна, одна, теперь улететь смогла. Была ли любовью твоя любовь. На самом деле, очень удачно была передана эта пальма, пальма первенства для певицы Валерии Виктору Яковлевичу Дробышу. И первый трек была «Любовь». Она открывала тогда какую-то большую премию этой песни, вот внезапно взяла и появилась. И действительно очень многие ждали этого появления. И песня была очень красивая. У нас был огонь просто. Это было такое невероятное. Во-первых, Дробыш был как просто музыкант, композитор, да. Он не был менеджером, да. Это он сейчас стал менеджером, да. Поэтому он такой быстро обучаемый человек. И я, поскольку я знал все ходы и выходы, Витя ничего не знал и никого не знал, понимаете, да. Как бы Витя, получив меня как менеджера, да, он получил серьезный, серьезный такой в лице меня торпедированный, торпеда партнера, я бы так сказал, да. То есть поэтому я помог одновременно и ему, и Валерии. Понимаете, ну на Валерии я женился, на Дробышу нет, понимаете. Когда, как бы мы не знали всей драмы ее, пока не узнали, ужас весь. Но вот когда начались часики, она стала дерганой. Это моя дочь сказала мне. Пусть не обижается Валерия, но моя дочь. Что это? Да она же была степенной, размеренной, фу, ты сяки, как дерганой. Ну, приспоминался, правда. А может быть, о вырывании на свободу, избавлении от... И она решила наверстать все, что она не... Тот, может быть, урод заставлял ее. Может быть, не знаю. Девочкой своей ты меня назови, а потом отними, а потом отмани. А маленькие часики смеются тихо, ни о чем не жалей, и любви просто так. Я все равно как-то вот картинками вижу. И вокально, вокально, она тогда не поменялась, она чуть позже поменялась. И вокально, и, возможно, внешне уже, и так далее. Но мне чуть позже уже неинтересно. Вот. Мне как раз таки... Для меня Валерия, наверное, заканчивается вот на этих двух песнях Виктора Яковлевича. Вот. Как интересный, действительно, интересный персонаж музыкальный. Да, я люблю часики. Валерия очень концентрированный человек. Во-вторых, она занимается йогой. И осмысление приходит к таким людям очень быстро. И я уверен, что она больше отстаивает свою точку зрения. И Иосиф больше подвластен, потому что Иосиф тот продюсер, который состоялся в 90-х годах, и там надо было все решать по-пацански. А Валерия нет, она идеолог. Сейчас Валерия потрясающее медийное лицо, которое, мне кажется, рекламирует абсолютно все, что только можно прорекламировать. И, конечно, это гораздо больше, чем можно заработать, ездя по концертам. Вот. И этот шаг правильный. С точки зрения продюсера, это абсолютно верно все правильно. Но творчество в данной ситуации, именно массовое, оно как-то ушло на задний, что ли, план. Оно отодвинулось. Я скучаю по той Валерии. Очень сильно скучаю. Пока Валерия записывала новые песни, Пригожин влюбился в нее бесповоротно. Он начал за ней активно ухаживать. Но Валерия была неприступна. Я вот сейчас, например, как получилось? Тогда я не понимал, как бы мы могли быть вместе. А сейчас я не понимаю, как мы так долго были не вместе, и как так могло бы быть, и как вообще быть не вместе. Понимаете? То есть тут вообще каша такая. Втрескался и активно принимал участие во всем, что происходит. Раздражал нас одно время этой активностью. Мы писали альбом в студии, и все сидели в наушниках. Не было такого комнаты там. Все сидели вот так. Пульт, Валерия, я. Поэтому в тишине и каждый скрип был слышен, потому что все попадало в микрофон. А он, кажется, часами стоял под дверью и ждал, когда пауза, вот она не поет. И так, тук-тук-тук-тук, мы в наушниках, что такое? Может, в ресторанчик сходим? Мы в японский. Лера, Иосиф, ну погоди. Нет, а потом, а может, китайский? А потом, а там есть еще один. И у него, кажется, ему все время хотелось его накормить. Вот у него, вот сколько, я помню, мы писали, как раз он пытался ее куда-то стаскать. Но он, но он влюбился, он влюбился по уши и хотел для нее сделать приятное, вот хотел делать ей приятное каждую секунду. Но это не получалось, потому что она много работала, собственно, со мной, поэтому вот он так вот ходил кругами там вокруг двери и мне кажется, готов был часами стоять и ждать, пока дело дойдет до него. мы не знаем наших судей, но пусть всех, кого мы любим, небеса хранят, только ты не теряй, не теряй, не теряй, Искоре Иосиф Пригожин вывез Валерию в Голландию на съемке нового клипа. Я-то поехала клип снимать, я-то серьезно поехала, а там тюльпаны, он, оказывается, вдохновился, романтик. Я же девушка строгих правил, я сказала, куда? Слушайте, в мои планы это не входит. Была неприступная скала, вообще, если посмотреть на Валерию, так, то она не самый яркий персонаж в плане эмоций. Она такая нордическая. Я пригласил ее к себе в номер. Но, в принципе, она имеет полное право, свободная женщина. Да, зашла ко мне в номер, я ее уговорил зайти. Ну, думал, сейчас потихонечку, там, ля-ля, фа-фа. Вот. И что, ля-ля, фа-фа, она сидит, мы с ней начинаем разговаривать, я засыпаю. Просто уснул на кровати, она сидела на стуле и сказала, ну, ладно, я пошла. Но я проснулся просто после того, я уже не мог заснуть, мне было стыдно. Я думаю, может быть, она была хотела что-то, а я как-то так. И мы вот так, в стенках стенки, вот так, в стенках стенки, вот кровать у меня сюда смотрит, а у нее туда, в номер. Я же снимал эти номера. И мы разговаривали до шести утра по телефону. Пригожин не боялся отказа. Он решил во что бы то ни стало добиться ответного чувства. Ну, что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить. Пусть ночь сковала все вокруг тоской, не мысли май. Шумит осенний дождь, он смоет все следы. Я научусь тебя любить, я научусь любить. Но каждый день тебе я это буду говорить. Не оставляй меня, ну, не отдавай меня ему. Об этом я. Я знала любви, я послушала так. Я знала, мог бы не говорить, потому что это все написано у тебя на лбу. И вообще, мог бы не утруждаться. Он так волновался, сидя в ресторане. Я думаю, бедный, ну зачем? Я так все знаю, можно не стараться. И Осип был непреклонен ради Валерии. Он был готов на любые жертвы, лишь бы она была рядом с ним. Конечно, меня пугало, что он продюсер. Очень сильно пугало. Думаю, ну как же, ну, слушайте, ну, два раза, на одни и те же грабли. Ну, как же так? Ну, это я не хочу. И когда я высказала ему все свои опасения, он говорил, хочешь, я не буду продюсером. Вот хочешь, я буду заниматься чем угодно. Я найду себе применение, легко и просто откажусь. Если ты не хочешь петь, не пой. Ой, я встретила женщину своей мечтой. Но почему же профессия должна стать камнем преткновения? Валерия, можно быть, не певицей. Она потрясающая жена. Она потрясающая мать. Она потрясающий администратор. Она потрясающий организатор. Она потрясающая женщина. Она все, вот в одном флаконе, как говорится. С нее нужно брать пример, конечно. Здесь, конечно, колоссальная работа проделана. Я каждый раз вижу, как Иосиф Пригожин, он всегда очень болеет за дело, болеет за Валерию. И это очень дорогого стоит. Пригожину все-таки удалось покорить ее сердце. Правда, помогли ему не дорогие подарки, а простая мужская забота. Потому что именно этого не хватало Валерии в ее прошлой жизни. Но мне кажется, у нее по жизни, и это, я говорю, свое мнение, был, наверное, недостаток глазки и тепла. Ну, я имею в виду не от родителей, а от мужчин. Пригожин, на мой взгляд, сделал то, что должен был сделать умный мужчина. Он ее окутал этим вниманием, окутал ее любовью. И она, быстро почувствовав это, ответила ему взаимностью. Я могла управлять своими эмоциями. И вот у Иосифа настолько была такая волна мощная. Ну, конечно, от кого-то же первый посыл исходит. Вот у него была настолько мощная волна. Просто она вот захлестнула цунами, вот это захлестнуло. Мне уже просто было даже не выбраться оттуда. И, честно говоря, не очень-то и хотелось. Как волшебная мечта Моих далеких снов придет ко мне. Так любовь придет и с ума придет только... Что меня объединяет, конечно, с Валерией, да, вот эта простота в общении и человечность. Да, Валерия меня поразила своим отношением к жизни, к миру. Она очень много читает. Она очень цельный человек. Она очень сдержанный. Она очень такая, ну, скажем, правильная во всех смыслах этого слова, до противности. Роман начал развиваться. Валерия только удивлялась, как легко и просто Иосиф находил общий язык самыми важными для нее людьми. Когда мама впервые увидела Иосифа, я сразу спросила ее мнение. Я думала, что вот такой вот образ, такой вот жесткий, да, такие брови суровые, лысина, что она вот просто вот этот образ может отпугнуть и даже, может быть, ну, не знаю. Честно говоря, я даже не ожидала, что мама так скажет, какие у нее добрые глаза. Когда он познакомился с детьми в первый день, он тут же, а у тебя что? Они там с Темкой в компьютере что-то сидели там. Он ему рассказывал, вот у меня здесь не получается. А вот здесь он говорит, давай тебе вот это, давай это то. Тут оказалось, велосипед сломался. Он тут же, на следующий день после его отъезда, мы получили посылку, передали поездам, велосипедам, какие-то игрушки. Понятно, что я была объектом его интереса, дети, вы, конечно, второстепенные, но он это тоже делал искренне. Роман Валерия Иосифа длился недолго. Очень скоро он перерос в законный брак. И с этого момента их ждало крепкое и надежное будущее. Как дома, так и на сцене. Потом поднялось, что просто мы настолько уже за какой-то короткий период времени срослись вместе, что просто вообще мы уже как единое целое. Наконец-то Валерия почувствовала себя абсолютно счастливой. Она перестала бояться, перестала плакать и начала любить. Любить по-настоящему. Я горд и счастлив и благодарю Бога, что именно Он дал мне возможность, вот эти, по крайней мере, как будет дальше, никто не знает, жизнь так устроена, да, вот эти годы увидеть какую-то другую жизнь и открыть для себя иную веру и в человека, и в женщину, что бывают и такие. То есть ее не интересуют бриллианты, ее не интересуют какие-то материальные блага, да. У нее как-то все-таки, на самом деле, искренне больше духовная составляющая. Камень, да, ну, порадуется она один-два дня, например, да, но это не делает ее счастливой. Ее счастливой делает атмосферное давление вокруг. Это имеется в виду, когда отношения с мужем хорошие, с детьми, там, с мамой, когда все живы и рядом, когда люди приходят на концерты, когда у нее проходит успешный концерт, когда она сама собой довольна, когда она каждый день позанимается спортом. То есть у нее вот эти все составляющие, они, ну, как бы ей дают вот эту атмосферу свободы и комфорта. Я такая, какая я есть. Я не играю никакую роль со всеми своими плюсами, минусами. Я ничего себе не изображаю нигде, ни в жизни, ни на сцене. Это так здорово. И это так легко быть самой собой. Самое ценное, что я приобрела. Валерия – это афиша. Певица, которую все ждали, так и было. Дополнительная афиша – возвращение Валерии. Это было триумфальное возвращение. Ее ждали, ее любили, ее уважали. Ее и сейчас уважают, я вам хочу сказать, да. Она просто женщина, хрупкая женщина с мужским духом таким, с характером. Вот такой человек, как Валерия, могла бы быть президентом России. Я вам отвечаю. Как никто другой Валерия знала, насколько тяжело взлетать после сокрушительного падения. У нее была отличная команда, любимый муж и продюсер, несомненные хиты. Она вернулась с триумфом, как настоящая суперзвезда. Птица на звуках, если ты моя подруга, я с тобой вернусь домой. В зеленую тайгу, где брусника на лугу. У меня это была совершенно новая реальность. Я опять как будто мне 17 лет, как будто я опять заново начала все. Возвращение Валерии, оно пиарно лежит на Пригожине. И я считаю, что он сделал свою работу так, как никто бы не сделал. Ни один самый богатый, известный, высокооплачиваемый продюсер мира. Не могу это никак убрать. Но думаю, что творчески несколько лет ее большого, быстрого подъема было все-таки закрыто вашим слугой. Когда Валерия полностью вернулась в прежнее русло, жизнь закружила ее так сильно, что иногда ей даже не удавалось осознавать, что с ней происходит. Постоянные гастроли, концерты, съемки, интервью. Но ей это нравилось. Слава притягивает и манит. Это был ее пик популярности, который уже вряд ли закончится. Нежность моя не растеряна, на синими веков не развеяна. По пустякам не развеяна, я ждала тебя, только тебя. Слышишь, как это важно и дорого, обыскать любовь среди холода. Снова любить и дарить тебе целый мир под названием «Я». Ну вот мне хочется сейчас вот так, чтобы у нее было какое-то рождение, чтобы она стала такой вот женщиной, женщиной, женщиной и что-то такое вот сделала. Как в свое время мы сделали или как сделали они с Шульгиным. Вот что-то, мне кажется, ей нужно сделать. У Валерии произошло такое смещение, видно от того, что она уже избавилась от тирана. У нее произошло смещение. Думаю, а теперь я буду делать все, что я хотела. Но надо быть очень осторожным с Валерией. Она одареннейшая барышня, одареннейшая. Но репертуар совершенно не ее. Валерия – человек, который держит руку всегда на пульсе. И она прекрасно понимает. Если сейчас Иосиф Пригожин держит на двух пульсах, на своем, на Валерии, и еще на, я думаю, да не на двух, а на тысячи пульсах. И за горло еще кого-то держит. Поэтому все знают, что нужно сегодня зрителю, понимают конъюнктуру, понимают, что требуется, что востребовано. Поэтому если сейчас нужен был продукт Шульгина, он был бы. Он был бы в том же качестве, а может быть и лучше. Точно что не хуже. Поэтому то, что сегодня они делают, они делают только то, что востребовано. Пригожин – тегловой паровоз, авантюрист. Ну, такой без страха и упрека. Разбойник с большой дороги в хорошем смысле этого слова. И он, безусловно, благотворно повлиял на Леру. И музыкальным материалом, и в том числе вообще ее, скажем так, некоторым, на мой взгляд, опять же, это субъективное мнение. Лерочка Иоса – это просто субъективное мнение. В ее даже преподнесении себя она немножко изменилась совершенно. Дети Валерии уже давно выросли и повзрослели. Старший сын Артемий окончил Женевскую международную школу. В планах у него стать влиятельным бизнесменом. Младший сын Арсений решил продолжить артистическую династию родителей. В свои 15 он дал свой первый фортепианный концерт в Московском доме музыки. А дочка Аня решила стать актрисой и телеведущей. Иосиф и Валерия очень любят своих детей. Помимо детей Валерии, они воспитывают и детей Иосифа от первого брака. Так что на двоих у них аж шестеро. Валерия всеми силами старалась отгородить детей от их общего страшного прошлого. И у нее это получилось. Каждый из них знает, что где-то там у них есть папа, который когда-то сделал маме очень плохо. Но мама простила. Значит, простили и они. Слава беспощадна. Она ломает очень многих. Но если там, сверху, тебе суждено пройти именно этот путь, жизнь вернет себя на сцену. Несмотря на все трудности и испытания. Когда Валерия только приехала в Москву, она даже и близко не представляла себе, какое будущее ее ждет. Она не знала, сколько дорог ей придется истоптать прежде, чем перед ней откроются все двери. Но она была готова ко всему. Потому что в ее жизни было всегда место для самой большой мечты. Все мои мечты, ну, не все, но львиная их доля, связаны, конечно, с детьми, с их успехами. И я понимаю, что уже каждый из себя нашел. Но не знаю, во всяком случае, вот сейчас кажется, что, наверное, каждый будет по этому пути двигаться и развиваться. Мне очень хочется, чтобы у них получилось, потому что это самое ценное – найти себе дело по душе. Я буду ждать тебя, ты веришь чудесам, а белый снег нам подарит любовь. Не закрывай глаза, мне упустить нельзя все, что сейчас происходит со мной. Я буду ждать тебя, солнце в душе храня, сколько в ночей мне пришлось пережить. Мелькают поезда, не отпускай меня, я так хочу. Лишь тобой рядом быть, лишь тобой. С вами была Лена Боско. Не забывайте, что тот, кто не может позволить себе проиграть, никогда не выиграет. И до новых встреч на пике популярности. Дорогие друзья, я хочу сказать, что жизнь такая прекрасная и удивительная. Давайте программировать себя на счастье и успех. И вот как вы свою жизнь нарисуете для себя, такая на вас будет, такое получите. Я вам желаю счастья, удачи, любви, конечно.